МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня выпуски о дистанте в школах, переводе на удалёнку и посещении массовых мероприятий. С 6 октября вступили в силу изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Началась рассылка налоговых уведомлений, кому положены льготы при уплате имущественного налога. Мастер-классы, живая музыка и угощения. На набережной реки Сати состоялась гастрономическая ярмарка «Вкуснофест». Далее расскажем обо всём подробно. О дистанте в школах, переводе на удалёнку, посещении массовых мероприятий и работе общепита. 6 октября вступили в силу изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Органы местного самоуправления региона смогут сами принимать решение о переводе на дистанционное обучение учащихся с 6 по 8 и 10 классов. Это касается и работы организации дополнительного образования, учреждений культуры и спорта и так далее. Решение может быть принято как в отношении муниципального образования в целом, так и отдельных организаций. Вузам и профессиональным техническим училищам рекомендуют перейти на дистант. Если обучение проходит в смешанной форме, то к очному обучению можно допускать только вакцинированных или переболевших студентов. К работе с детьми теперь допускают только сотрудников, у которых есть сертификат об иммунизации, справки об отрицательных результатах ПЦР-теста, срок действия не более трёх дней, или справки о наличии антител, срок действия не более 60 дней. Работодатели больше не обязаны обеспечивать сотрудников прохождением необходимых исследований. Руководителям необходимо перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общей численности следующих сотрудников. Всех работников, чьё присутствие на рабочем месте не обусловлено обеспечением непрерывных процессов. Всех лиц, у кого нет действующего сертификата профилактической прививки от COVID-19, в том числе по медицинским показаниям. Посещать массовые мероприятия можно только при предъявлении на цифровом устройстве QR-кода сертификата о вакцинации или мультипасса. Соблюдение требований необходимо для посещения фитнес-центров, бассейнов, спортивных клубов, а также спортивных сооружений и объектов спорта, музеев, зоопарков, кинотеатров, дельфинариев, театров, концертных залов, цирков, клубов, творцов и домов культуры, организации, которые ведут конгресс на выставочную деятельность, детских игровых комнат, аквапарков, аттракционов, батутных центров, парков, развлечений. Требования не касаются несовершеннолетних и не распространяются на проведение памятных мероприятий на открытом воздухе с количеством участников до 150 человек, а также на проведение органами ЗАГС церемоний государственной регистрации и заключения брака в торжественной обстановке. До 31 октября кафе и рестораны Нижегородской области с 12 часов ночи до 6 утра будут работать в формате еды на вынос. Кроме того, в рамках указа Глеб Никитин поручил усилить контроль за работой организаций общественного питания, в том числе за соблюдением запрета на проведение банкетов, караоке и танцевальных вечеринок, корпоративов, мастер-классов и других развлекательных мероприятий. Также в регионе усилят контроль за тем, как граждане соблюдают масочный режим в местах массового скопления людей. Рассылку налоговых уведомлений уже начали, так что совсем скоро саровчане смогут найти их в своем почтовом ящике либо в личном кабинете налогоплательщика. Оплатить налог можно несколькими способами. Через личный кабинет, мобильное приложение налоги физического лица, на портале госуслуги, а также через платежные терминалы и почтовое отделение связи. Льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида. Это квартира, часть квартиры или комната, жилой дом или часть жилого дома, гараж или машина, место. Льготы могут получить пенсионеры, физлицы предпенсионного возраста, ветераны боевых действий, инвалиды. Льготы земельного налога предоставляются пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям. Они имеют право на налоговый вычет в размере 6 соток на один земельный участок. Льготы предусмотрены и для транспортного налога. Основные категории граждан – это пенсионеры, инвалиды. Они имеют льготу в размере 50% на одно легковое транспортное средство до 150 лошадей включительно. Многодетные семьи имеют льготу на легковые машины на 150 лошадей включительно в размере 100%. Предоставление льгот носит беззаявительный характер. Их распределяют на основе сведений, которыми располагает налоговый орган. Налоговые уведомления не направляют тем лицам, которые полностью освобождены от уплаты имущественных налогов. Пенсионер в собственности имеет одну квартиру и у него в собственности имеется земельный участок. Площадь земельного участка составляет 6 соток. Такое физическое лицо уведомления не сформировано. Также от уплаты освобождают тех граждан, чья сумма налогов меньше 100 рублей. Если вы не получили уведомления, сотрудники рекомендуют обратиться в налоговый орган, где вам его вручат лично. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Сначала Наталья Леонидовна Попова не планировала преподавать в школе. После окончания факультета кибернетики в МИФИ она вместе с мужем работала во ВНИЕФ. В 90-е годы молодая семья столкнулась с трудностями, и Наталья Леонидовна была вынуждена искать другую работу. Так она стала учителем информатики. Наверное, все-таки где-то что-то сидело в душе, потому что моя мама, она учитель математики с полувековым стажем, наверное, где-то какие-то гены проявлялись. Я могла бы пойти продавцом в магазин подрабатывать, еще что-то. Однако я же выбрала школу, наверное, где-то что-то было. Свой профессиональный путь Наталья Леонидовна начала в первой школе. Директоры трудовой коллектив поддерживали ее во всех начинаниях. Здесь в течение восьми лет она наработала большую часть своего опыта. После этого учитель перешла в лице номер 15. В этом году Наталья Леонидовна отметила 25-летие работы в школе. Учительский труд не позволяет скучать, потому что здесь очень много различных направлений, по которым вы можете развиваться. Вы можете просто уроки давать, и это тоже большой труд. Вы можете участвовать в различных конкурсах. Именно возможность работы в разных направлениях. И это не скучно. Школа позволяет учителю информатики проявлять себя не только в преподавании, но и в творческих направлениях и проектах. Как говорит сама Наталья Леонидовна, работа с детьми стимулирует постоянно расти и развиваться. Так клуб «Магия мысли» стал для Натальи Поповой полем для экспериментов и новых идей. По клубу «Что, где, когда» по направлению игры. У нас существует клуб, мы проводим тренировки, мы участвуем в различных соревнованиях, турнирах, вплоть до чемпионата Европы. Двое моих мальчиков ездили и участвовали в играх сборной команды школьной «Росатома» на Первом канале. За годы в школе Наталья Попова поняла, что ребенка надо не просто любить, но чувствовать его. И только тогда с ним можно установить необходимый контакт. Несмотря на все трудности работы учителем, в общении с детьми Наталья Леонидовна черпает радость и вдохновение. Канал «16» поздравляет всех педагогов с Днем Учителя и желает профессиональных успехов, радости и творческого вдохновения. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Они спасают человеческие жизни, лечат заболевания и недуги. Врачи – представители самой гуманной профессии. Следуя клятве Гиппократа, а главное – зову сердца, медики всегда готовы прийти на помощь. Ежегодно, в первый понедельник октября, врачи отмечают свой профессиональный праздник. Педиатр – первый врач в жизни каждого человека. Они следят за здоровьем пациентов с самого рождения до совершеннолетия. Это специалисты широкого профиля. Врачи, работающие с детьми, обладают обширными знаниями, чтобы уметь распознавать симптомы самых разных заболеваний. Также они должны уметь общаться и наладить контакт не только с ребенком, но и с его родителями. Врач, когда он один, по сути дела, на всю жизнь, к ним больше доверия. Ему доверяют то, что порой и никому другому не доверят. Есть такие сложные моменты в жизни многих людей, когда им надо с кем-то поделиться. И плюс ко всему, конечно, преемственность. То есть если ты знаешь, что этот малыш всегда у тебя выдавал аллергические реакции, то есть уже встретившись с ним в 15 лет, ты понимаешь, что надо на это обратить внимание. Педиатр – это не только врач, это и психолог, и друг, а для некоторых еще один член семьи. Часто повзрослевшие пациенты приводят на прием к любимому врачу уже своих детей. Чтобы быть хорошим детским врачом, нужно любить детей и свою работу. Эти качества определяющие для педиатра. Тогда ему удастся выполнить свою основную миссию – сохранить здоровье подрастающих поколений. Любовь к детям, любовь к родителям. И вот все остальное, оно проистекает, наверное, из этого. То есть если ты любишь то, что ты делаешь, любишь людей, то есть вот, ну, в принципе, люди, они действительно бывают разные, но если ты их любишь и понимаешь, что, ну, причина того или иного действия его, ну, как бы не потому, что человек там злой и вообще невоспитанный, а что-то у него действительно болит. Врач – сложная и ответственная работа. В руках медиков самое ценное, что есть в мире – человеческие жизни. Коллектив канала «16» поздравляет врачей с профессиональным праздником. От всей души желаем вам успехов в работе, удачи, прекрасного настроения, счастья и благополучия. Уголовный розыск является важной частью правоохранительной системы, защищая жизнь и здоровье граждан. У сотрудников розыска нет времени отмечать профессиональный праздник. Их работа внезапная и требует быстрой реакции. Вопреки заблуждениям, в уголовном розыске ищут не только преступников. Полицейские в экстренном порядке выдвигаются на поиски детей, стариков и других пропавших граждан. По словам сотрудников розыска, ситуации бывают разные. И иногда приходится обращаться за помощью к поисковым отрядам и другим подразделениям. Бывает, находятся в первые сутки, бывает, что на это нужно потратить время по взаимодействию также с Росгвардией, с другими службами. Мы взаимодействуем. И это тоже зависит от того, насколько сложные условия поиска. То есть это лесной массив или город, или еще что-то, тоже факторы, которые много значат для поиска. Рабочий день у сотрудников уголовного розыска начинается и заканчивается совещанием. Руководители распределяют задачи на день и разъясняют план действий в экстренных ситуациях. В конце дня подводят итоги работы. В уголовном розыске принцип работы линейный. То есть у каждого сотрудника есть своя линия обслуживания. У меня, например, линия противодействия интернет-мошенничеству и также линия по противодействию экстремизму. Служба уголовного розыска развивается и совершенствуется каждый год. Появляются новые технологии, которые помогают эффективнее и быстрее разыскивать людей, защищать интересы и здоровье граждан. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Они спасают жизни и всегда приходят на помощь к тем, кто в этом нуждается. Поисково-спасательному отряду «Рысь-Саров» исполнился один год. В начале своего пути здесь было не больше 10 человек. Сейчас в дружном коллективе уже около 60 добровольцев. И штат регулярно пополняется. В основном это происходит как? Люди заходят в группу ВКонтакте, находят нашу группу, заполняют анкету. Далее мы смотрим, разговариваем с людьми, готовы ли они на телеиминные мероприятия. Приглашаем, то есть проводим обучение по различным дисциплинам. Такие как работа с картами, работа с компасом, с рациями. Ну и все, что положено. За прошедший год отряд выезжал на 44 поиска. С помощью «Рысь-Саров» живыми вернулось домой 29 человек. Добровольцев чествовали в молодежном центре. Здесь для них подготовили концертную программу. Поздравить членов отряда пришел заместитель главы администрации «Сарова» Илья Волков. Он вручил благодарственные письма от городской думы и администрации «Сарова». Ту деятельность, которую вы ведете, та ваша активная гражданская позиция, ваше мужество, безусловно, не поддается никакой оценке. И в ваш день рождения хотелось бы пожелать вам, первое, чтобы с одной стороны количество активных ваших участников только увеличивалось, а с другой стороны, чтобы работа у вас была как можно меньше. С годовщиной, с праздником! Канал «16» присоединяется к поздравлениям добровольцев и желает, чтобы все их поиски заканчивались только так – «Найден жив». Торжественный вечер завершили коллективной фотографией. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». В российских регионах вводят новые ограничительные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. В Нижегородской области в УЗМ и ПТУ рекомендовали перейти на дистанционный формат. В удаленном режиме придется работать с тем, кто еще не сделал прививку от коронавируса и занят в сферах, где риск заразиться высок. Мы спросили у саровчан, какие меры против коронавируса, по их мнению, самые эффективные. Обязательно не надо сделать прививку. Без прививки мы пропадем. Как все говорят – маски носить, расстояние, дистанцию соблюдать. Ну, наверное, для кого-то прививки. Вообще, это профилактика. Прежде всего, профилактика здоровья. Заниматься спортом побольше. Наверное, надо, я так это думаю. Конечно, вакцинация. Но я переболела, пока не вакцинировалась. По мнению большинства опрошенных, самый эффективный способ борьбы с коронавирусом – это вакцинация. Также горожане считают, что важно соблюдать масочный режим, безопасную дистанцию и следить за своим здоровьем. Новый проект «Пушкинская карта» дарит возможность молодежи организовать культурный досуг. Молодые люди от 14 до 22 лет включительно могут бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы. В этом году баланс «Пушкинской карты» составит 3000 рублей. Оформить можно как виртуальную, так и пластиковую карту. Нужно зарегистрироваться на госуслугах, подтвердить свою учетную запись, скачать приложение «Госуслуги культура» и получить виртуальную карту. Деньги будут на ней сразу. Если такая возможность отсутствует, можно получить физическую пластиковую карту в отделении почты банка. В Нижегородской области в программу включилось 20 учреждений культуры. В Сарове проект пока поддержал только драматический театр. Все его постановки, которые сейчас есть в репертуаре, можно оплатить «Пушкинской картой». Билеты можно приобрести либо в приложении, либо на сайте Саровского драматического театра, либо в кассе. Билет будет именной, и при посещении учреждения культуры обязательно нужно будет предъявить паспорт на входе контролеру. В будущем к проекту «Пушкинская карта» планирует присоединиться городской музей и художественная галерея. Картой можно воспользоваться по всей России. Пока программа предусмотрена на три года. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Всеми любимые эстрадные песни, красивые танцевальные номера и душевные стихотворения про бабушек и дедушек. Такую концертную программу подготовили в Доме молодежи. Праздник приурочили к Международному дню пожилого человека. На несколько часов Дом молодежи погрузился в атмосферу ностальгии и светлых воспоминаний. Певцы исполняли эстрадные хиты. Воспитанники танцевальных студий кружились в ярких нарядах, завораживая зрителей своими номерами. Каждый артист старался добавить в свой номер нотку креатива, чтобы удивить представителей пожилого поколения и подарить им положительные эмоции. Никто из гостей не остался равнодушным, и после каждого номера звучали громкие аплодисменты. Артисты и ведущие высказали слова благодарности и уважения гостям, пожелав им крепкого здоровья, бодрости, духа, душевного тепла от окружающих людей и долгих лет жизни. Сегодня мы чествуем людей, без которых невозможно было бы наше собственное существование. Это столпы жизненного опыта и мудрости, на которых держится каждая семья. Это хранители очага каждого дома. Мы желаем старшему поколению уважения близкой, здоровья на все годы и долгой жизни на радость всей семье. Никто не хотел расходиться. Гости от всей души подпевали исполнителям и просили исполнить любимые композиции на бис. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Климент Брюховец Рябовец исполняет песню «Битва. Ее глаза». Это одна из его любимых групп. Репертуар юноши состоит из лирических и минорных произведений. Как только Климент выходит на сцену, в зале воцаряется необычайно трогательная атмосфера. В коллективе Беркана он уже около семи лет. Ко дню учителя ребята решили приготовить для своих педагогов творческий подарок. Сегодня 5 октября и в России отмечается День учителя. В общем, собственно, наш концерт, он посвящен Дню учителя. Но поскольку недавно был еще также Международный день музыки, мы решили совместить как бы два повода и сделать концерт. К шести часам малый зал постепенно заполнялся. Поддержать юных артистов пришли и их родители. Ребята подготовили как хоровые, так и сольные номера. Где ты, мой ангел храницы, возьми, если сможешь, меня к небесам. Для сольного выступления Федин Алексей выбрал песню «Беспризорник». Также мальчик любит исполнять патриотические произведения. Особое место в его репертуаре занимают джазовые композиции. Теплые слова поздравлений Алексей адресует своему педагогу. Дорогая Анжелика Анатольевна, я желаю вам всего самого наилучшего и самого прекрасного. Знаете, ученики вас очень любят, ценят, поскольку вы подарили нам настоящие звездочки. Вы сами сделали нас звездочками. Большое вам спасибо за это. Мы вас очень сильно любим. Коллектив «Беркана» – это маленькая семья. Они слышат и понимают друг друга буквально с полувзгляда. А потому, несмотря на то, что времени для репетиции было совсем немного, ребята отлично справились с подготовкой концертной программы. Помимо вокальных номеров, воспитанники подготовили и стихотворения. С днем музыки, счастье в душе поживет. Пусть дарит вам музыка в небо полет. Поможет тебе трудности преодолеть, добиться всего ни о чем не жалеть. Хоровой коллектив растет и пополняется. На сцене малого зала в этот праздник блистала и совсем юная звездочка. Злате Гусихиной исполнилось всего пять лет. Свой вокальный путь в душе и она только начинает. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Ряпов, служба новостей, Саров-24. Гастрономическая ярмарка собрала вместе не только саровских предпринимателей. Андрей Пельгун приехал из Сатиса. Фермерством они с женой занялись несколько лет назад. У них дома своя небольшая сыроварня. Также супруги пекут бездрожжевой хлеб. Изюминкой семейного производства мужчина считает льняное масло. За этот продукт фермер в 2019 году получил медаль качества. На вкусной фесте Андрей впервые. Мы здесь можем показать себя, чтобы люди нас видели, могут попробовать. Здесь мы еще угощаем гречневой кашей с льняным маслом. Это традиционно русское блюдо. А льняное масло добавляет ему особый вкус гречневой кашей. Поэтому оторваться невозможно. От другой тарелки здесь не обойдешься. Это мероприятие позволяет, чтобы люди нас знали, чтобы с нами познакомиться. Вкусный фест подготовил для жителей города насыщенную развлекательную программу. В начале набережной Роман Сванидзе рассказывал сказку «Красная шапочка». Но только не ее классический сюжет, а пересказанный на новый лад Евгением Шварцем. А на плавучей сцене с утра до позднего вечера выступали музыканты. Открывала фестиваль группа «Побочные эффекты». В основном что-то около поп-рока мы играем. С разнообразными вариациями в том числе. Камерам в основном группа все-таки из прошлого века. Хотя есть несколько современных исполнителей. Одна закрывающая песня была написана хорошим знакомым группы. И переделана нами под небольшой попури. Из песни пассаж и, собственно, песни нашего друга. Также здесь можно было принять участие в мастер-классах от предпринимателей. К примеру, юных гостей праздника научили печь блины. А у палатки артеля оружейников фотозоны позволяли почувствовать себя настоящим воином. Невероятные ароматы жареного мяса и аппетитных булочек витали на набережной с самого утра. Людей здесь с каждым часом становилось все больше. Сам директор, он находится, ну, в закулисье занимается административной работой. А здесь все предприниматели, без исключения, работают как руководители, как продавцы, уже непосредственно общаясь с населением. То есть для них это хорошая школа, получение хорошего навыка для того, чтобы научиться себя презентовать и познакомить население еще шире своей продукции. Всего свою продукцию на фестивале презентовало около 20 предпринимателей. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. За окном красно-желтый листопад, температура все ниже, а солнце с каждым днем показывается из-за тут все реже. Вот и наступила идеальная пора для киноманов. Художественная галерея приглашает юных саровчан на 8-й международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль плюс». Первые сеансы в кинозале галереи начнутся 7 октября. Фестивальные фильмы будут идти по субботам в 11 и в 13 часов. Разные программы. Утренняя программа будет анимационная, будет сборник мультфильмов, в котором некоторые из них нам уже знакомы, мы их показывали в открытой премьере весной этого года. Но это все совершенно новые фильмы, которые только-только вышли к своему зрителю. В рамках фестиваля юным зрителям покажут 4 художественных фильма, сборник анимационного кино и сборник короткометражных игровых фильмов. Завершит серию киносеансов 30 октября документальный образовательный фильм для школьников «Мой папа – космонавт». После каждого показа все желающие могут остаться, чтобы обсудить увиденное, высказать свои впечатления, либо задать интересующие вопросы. У нас есть ограничения по залу, по наполняемости зала, также рассадка социальной дистанции. И с новости октября – это совершеннолетние, взрослые люди с QR-кодами, с сертификатами о вакцинации. Дети приходят с родителями, все посетители, и мы в том числе в масках. Программу фестиваля можно посмотреть на сайте галереи или на ее страницах в социальных сетях. Вход бесплатный. Мероприятие для лиц старше 6 лет. Коллективные заявки принимают по телефону 702-87. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Наступила холодная осень, а это значит, что во всех городах России закрывается мотосезон. Саровские мотоциклисты также прощаются со своим байком до следующего года. Поэтому они устроили прощальный заезд и с размахом отметили это событие. Рок-музыка, брутальные парни в косухах и множество мотоциклов. На автодроме на улице Железнодорожной собрались любители байков. Закрытие мотосезона не повод сразу убирать мотоцикл в гараж. Прежде всего, это встреча старых друзей и знакомство с единомышленниками. Все-таки люди не так часто, скажем, в сезоне пересекаются между собой, потому что все ездят по разным направлениям. То есть, вот сегодня повод для общения, повод для того, чтобы поделиться своими впечатлениями, поделиться своими, скажем так, поездками, впечатлениями от поездок. В последние годы в Сарове активно развивается мотодвижение. А это значит, что любителей скорости становится все больше. На закрытии мотосезона были не только члены клуба «Вагабонд», но и так называемые фришники или фрирайдеры. Они также приехали разделить радость дороги со своими товарищами. Открытие и закрытие сезона – это праздник для мотоциклиста. Собираются как можно больше народу пообщаться, обняться мнениями, показать свои мотоциклы красивые, пообщаться. Это праздник, поэтому собираются все, и, конечно, хотелось бы тоже поучаствовать. Мотоциклисты любят скорость, но опытные члены мотоклуба понимают, что очень быстрая езда мешает насладиться дорогой, увидеть красоту окрестностей и получить впечатление. Поэтому многие из них предпочитают не гнать, а ездить с умеренной скоростью. Главный-то критерий в том, чтобы ехать и наслаждаться дорогой. Ты едешь, ты чувствуешь под собой мотоцикл, чувствуешь вибрацию мотора, чувствуешь ветер вот этот вот в лицо. А на большой скорости все вот эти ощущения, они размываются. В честь закрытия мотосезона байкеры проехали стройной колонной по улицам города, завершили встречу рок-концертом на базе мотоклуба. Светлана Юрунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Ирина Борисова давно определилась с будущей профессией. Девушка мечтает поступить в Военно-космическую академию имени Можайского. И по ее словам, БАРС – это отличная подготовка. В отряде Ирина занимается два года. За это время она участвовала во многих состязаниях. Но конкурс «Делай, как я» стал для девушки наивысшим достижением. На самом деле я очень долго ждала этих результатов. И как только нам их объявили, я была искренне рада, искренне счастлива. Можно сказать, почти прыгала до потолка. В соревнованиях «Делай, как я» мы принимаем участие первый раз. Для подготовки мы бегаем каждый вечер, качаем пресс, отжимаемся, разбираем автомат Калашникова, готовим самопрезентацию. Бороться за звание лучшего воспитанника военно-патриотических объединений России Ирина Борисова будет не одна. Ее подруга по команде Анжелика Баканова также достойно прошла отбор на финал. И теперь они вместе готовятся, чтобы достойно представить Саров на конкурсе. Нам дали задачу написать как эссе на тему «Равняйся на героев», посвященную 40-летию ГСН «Выпил». И также нужно было отправить презентацию, либо видеопредставление, как ты себя представляешь, на тему «Мой отряд, моя семья». До финала конкурса остается совсем немного. И девушки под руководством Станислава Сорокина усердно готовятся к состязаниям. По словам руководителя, тренировки стали сложнее, чтобы девушки смогли показать лучший результат и, возможно, отобраться в сборную России. Если мы раньше занимались три раза в неделю, то теперь занятия проходят четыре раза в неделю, плюс ежедневная самостоятельная подготовка. Единственный один выходной день в воскресенье. Потому что очень многое нужно успеть, нужно проверить себя. И если где-то есть какие-то недочеты, у нас буквально три недельки для того, чтобы устроить. Финал конкурса пройдет в Москве. Конкуренцию с «Равчанком» составят более 90 воспитанников военно-патриотических объединений со всей России. В этом году в традиционных соревнованиях по плаванию участвовало меньше студентов, чем в прошлом году. Но это не помешало провести спортивное мероприятие по всем правилам. В бассейне «Дельфин» ребята из СРФТИ и политехнического техникума проплыли 50 метров вольным стилем и 50 метров брасом. А также участвовали в эстафетах 4 по 50 метров вольным стилем. Нужно было выступить девочкам в двух дистанциях и мальчикам в восьми дистанциях. Среди выступивших сэброформировался рейтинг, и на основе него раздавались общекомандные места. Также было личное награждение. Я заняла два первых места. Одно на дистанции 50 метров вольности или одно на дистанции 50 метров браса. Соревнования прошли легко. Так как это первый старт в этом сезоне, он более чем успешный. Презультатом командного зачета первого места удостоился Саровский политехнический техникум. А вторую ступеньку занял Саровский физико-технический институт. Ребята, которые получили наибольшее количество баллов, отбирались на будущую ноябрьскую спартакиаду среди команд города. Соревнования прошли. Результаты ребята показали хорошие. Особенно Захаров Алексей, Цветкова Александра выиграли два первых места. Хочется пожелать студентам этих учебных заведений заниматься плаванием. Приходить в бассейн, плавать. Даже не спортивная группа, а просто свободное плавание. Победители и призеры первенства по плаванию получили дипломы и ценные призы. 9 и 10 октября Федерация плавания Сарова и Департамент по делам молодежи и спорта приглашают всех желающих на День спринтера в бассейн «Дельфин». Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.